всем привет у нас утро 9 часов я сорвалась идти в магазин нужно всякая ерунда по мелочам у нас прохладно 6 только обещает 11 но пока нет утра тихо спокойно надеюсь что магазин открыт и народу мало благо магазин вот здесь вот за забором идти далеко не надо и не нужно ездить вот таким вот коридорчиком еду в наш вот этот вот он супермаркет а ликеро-водочный справа елочки уже есть маленькие небольшие а вот отдел с бумажными товарами забит до отказа наверное тоже в ожидании чего-то вот мои покупочки из магазина я взяла шпинат мне тоже к рыбке понадобится взяла два пакетика за 4 доллара потом печенье мария пармезан тоже к рыбе нужно будет взяла хлеб по такой вот тостерный мука у меня закончилась взяла сажательные конфетки для горла хайбудэ были вроде на сайла хотя по чеку сайлов не вижу но короче не то что пишут коричневый сахар взяла так и есть одна задумка пусть будет и дела мясо вот с мясом я тоже лоханулась написано buy one get to free покупай 1 и бери 2 задаром я я не знаю с какой карусели упала не то совсем прочитала то ли это сраня то ли я не знаю мозги еще не работает с просонья я прочитала совсем другой я прочитала buy one get second free значит я думала что этот бери 1 2 бесплатно но не 2 а 2 бесплатно подхожу там кто и тетки потому что посмотрела тут же в чек чеке не нашла что мне что-то дали бесплатно из мяса она говорит ты просто не добрала третий кусочек мяса иди на костюмер сервис покажи и тебе просто нужно взять третий лоток я что-то из страху не могла найти костюмер сервис пришла домой и маша говорю маша шо делать маша говорит ну чё ж ты не пошла на костюмер сервис и не сказала что мне нужно добрать просто вот один вот такой вот лоточек мяса но не пошла но сейчас пойду вместе с ней вот этот наш английский вроде есть но вот когда надо ничего нету все вот так вот вылетает напрочь из головы я не знаю то ли со страха то ли я не знаю с какого перепуга я не пошла добиться своего куска мяса сказать дайте мне положено потому что buy one get to free ну вот что с нами делать и я не знаю уже когда это нам поможет благодаря маша который сказал сейчас пойду с тобой разберусь то у нас будет еще один лоток мяса это говядина говядина серлоин стейк можно сделать как стейки можно сделать без строганов но неплохое иногда есть и такое мясо хотя мы не сильно любители говядины но если дают и такая хорошая у нас вот идет сейчас скидка но почему не взять а мозги не срабатывают что нужно добиться своей скидки ну короче сейчас пойдем сейчас пойдем добиваться все вместе и так добились третьей пачки мяса мы такое не оставляем мясо за мясо порву короче маша пошла это все благодаря маша пошла взяла и зай за вот это мясо ей еще вернули 10 долларов конечно они берут самую большую цену 1475 нужно было заплатить а вот это вот этот лоточек который стоил 1090 и вот этот который стоил 10 вот эти они нам подарили ну это хлеб ну и купила маша винца мне для для рыбы вот такое самое простое белое которое стоит 6 долларов там с копейками идем готовить рыбу я тут уже начинаю что получится покажу все моя рыбка готова обед а запах вот и стейк я его так просто не оставлю мы его сегодня выбили прям так сказать нужно попробовать свежайший а вчера пока мы ездили по гостям стёпа забацал холодец вот может если хочет но хочет очень редко я вот это снимаю это мне не надо и внизу остался чистейший как слеза о а к рыбе нашему нашей и мясу буду делать салат на салат у меня есть шпинат перепелиные яйца кукуруза свежая отваренная авокадо ну и конечно же огурец с помидорой и еще у меня есть лук замаринованный сейчас покажу как я его мариную я беру пол синие луковицы сок половина лимона добавляю пол чайной ложки меда все это хорошо размешиваю и потом вот в этот вот состав я погружаю на некоторое время лук он немножечко стает такой мягче его с большим аппетитом можно есть а в наши времена лук есть полезно а если он еще и с медом да и с лимонным соком это будет вообще бомба так погружаем сюда лучок и оставляем его в некоторое время можно его вот так хорошо здесь утопить утопить и все вкуснятина готова я уверена что здесь не только одни мы такие стеснительные потому что вот это вот незнание языка иногда вот так тебя чуть-чуть и смущает укладываем все наши вот эти ингредиенты сверху на шпинат боишься он как бы я знаю опозориться показать что ты не отсюда что ты приезжий что ты иммигрант что ты не хочешь учить английский язык ну окей что знаем то знаем и я уверена что если бы меня прижало я бы смогла и объяснить и потребовать свое мясо обратно но сегодня так сегодня заставила машу пойти и это было проще сделать и я уверена что не я здесь одна такая ну вот стеснение откуда пришло стеснение это тот же наверное совок стеснение у шпината отрываю вот эти плодоножки чтобы они не хрустели кукурузу вот так беру и обрезаю ее обкачана поначалу все точно такие я бы поначалу даже не пошла спросить а почему это у меня в чеке это написано а почему тут такое написано потому что поначалу ты даже не умеешь прочитать и чек если на то пошло то сейчас я читаю чек и набираюсь наглости не всегда идти спросить а почему так и если бы не было маши дома я бы наверное все таки пошла в этот сервисный центр и спросила где мое мясо просто взяла бы пошла третью пачку и сказала что я ее не допробила проще простого меньше разговаривать надо было бы вот эту кукурузку вот так дробим дробим на маленькие кусочки и тоже засыпаем вот сюда на салат будет такое легкое легкое похрустывание мне нравится я не знаю как вам так есть салат получится сладковатый у меня даже еще такой классный дрессинг для него есть который вот я буквально недавно купила огурец резать не буду в смысле режу то как вот так вот пополам и вот так вот нарезаю кусочками наши может быть комплексы вылазит у нас в таких вот ситуациях когда мы стесняемся стеснение это что это комплекс это закомплексованность какая-то вот боимся мы показать себя почему то я не знаю почему но такое есть может быть не все не каждый не могу сказать что все но особенно те люди которые пришли сюда уже в возрасте которые не знают языка тем немножко страшно укладываем помидорку ну и конечно же авокадо если нет авокадо да ради бога ничего страшного не все любят авокадо я тоже здесь только его начала любить и употреблять и тоже сначала не поняла его потом все приходит со временем помидорки разноцветные красивые так берем авокадо авокадо вот иногда берем берем и даже не замечаем что оно в холодильнике сидит и портится хряк выходной проходит куда пробежали два дня то гости то магазины и опять работать ну что ж бедные американцы тут делают если не работать если не работать можно копыта отбросить а копыта нам еще нужны потому что у нас еще дети нам еще внуков нянчить да конечно вот так можно просто поделить на четвертинки тогда этот авокадо легче чистится сейчас покажу какой дрессинг вот будет немножко вот такая нотка сладенькая у моего салата посолить поперчить ну и заправляем посолим сюда же мы наш лучок вот так вот можно вообще-то выливать и этот лимонный сок можно и я это сделаю уже потом я посмотрю если будет им ничего то не хватать я добавлю вот какой цвет все салат готов мы пошли обедать и отдыхать вот какой пледик у меня получился из моего кардигана легко накрывается кресло можно просто сесть в него можно укутаться вот так вот темные слегка но ничего в чем выбросить послужит еще какое-то время и получится у нас один хэнд красота обедные американцы поевши отдыхает наложили патчи и ждут рабочей недели вам всем пока всем продуктивной рабочей недели бай вот так вот